Вейкап, с вами Вова Кэс. В скором времени у Соболева будет сразу два баттла. Я не сольюсь, потому что мне просто забавно за всем этим наблюдать. Юрий Хованский поддержал Дисчеллендж на фоне Кирпичной Стены. Даня Кашин снял пародию на клип Милены Чижовой «Зая». Таня Волкова сделала пародию на Марьяну Ро в «Жух 2.0». В фанпабликах муссируется слух, что Ивангай не хочет быть видеоблогером. Обязательно ставь лайк, если хочешь, чтобы новости выходили как можно чаще. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы смотреть крутые видео про блогеров самым первым. Итак, недавно Коля Соболев выпустил диск на Гнойного и принял его вызов на баттл. Эй, Гнойный, увидимся на баттле. Вчера же он рассказал, почему Гнойный захотел баттлиться именно с блогером. Вызвать блогера, блядь, это же просто идеальный план. По словам Коли, хайп вокруг Славы начал стихать, но благодаря конфликту с одним из самых популярных ютуберов про него вновь заговорили. Это единственная корыстная цель, жадный до хайпа Крыса Славы КПСС. Баттл с Оксимироном был год назад, все уже и забывать начали. Параллельно Соболев принял вызов по баттлиться еще и с Дмитрием Ларином. Главный баттл МС русского рэпа. Ларин, я могу забаттлить тебя сразу же, как разберусь с Соней Мармеладовой. Недавно блогер тоже снял диск на Колю. Коля хейтер, хейт, Коля хейтер. Мне все-таки показалось, что это был вызов. Напомню, что полтора года назад Ларин отказался выходить с ним на Версус. Коля хейтер, зум-зум, а Версус хейтер. А теперь сам же вызвал Колю. Обозначу, что Дима является участником двух самых популярных блогерских Версусов. С Юрой Хованским и Эльдаром Джараховым. Напиши свой прогноз. У кого выиграет Соболев? Возможно, он одержит победу на двух баттлах или оба проиграют. Хованский, кстати, решил не отставать от трендов и тоже снял диск на фоне уже всем знакомой кирпичной стены. Коля Соболев совсем тупой, нахуй делать рэп с таким клевым голосом. По словам Юры, именно таким должен был быть диск Гнойного против Соболева. По слухам, подобное видео скоро выпустит и Джарахов. Как тебе диск челлендж на фоне кирпичной стены? Уже надоел или ждешь нового? Моя кирпичная стена скоро станет популярнее, чем я. Даня Кашин, как и обещал, выпустил пародию на новый клип Милены Чижовой «Зая». Как и всегда, версия Кашина зрителям понравилась больше, чем оригинал. Примечательно и то, что пародия Дани набрала больше просмотров, чем клип Милены. А чей клип тебе понравился больше? Кстати, несмотря на мнение, что Кашин и Чижова враждует, ребята нормально общаются и вместе поют на одной сцене. Хотя в шутках они все же недолюбливают друг друга. Таня Волкова тоже порадовала подписчиков новой пародией. Блогерша выпустила свою версию клипа Марьяны Ро в «Жух 2.0». Большинству комментирующих клип Тани понравился больше, чем Марьяны. А тебе нравится пародия Волковой? Кто из блогерш поет лучше? Сегодня Ивангай посетил ежегодный хип-хоп-фестиваль в Лужниках. Фанаты весь день выставляют совместные фотографии с любимым блогером. Всего лучшего, самого хорошего, побольше солнца и света. Также многие заметили Ваню стоящего или бегающего прямо на сцене. По словам одного из поклонников, которому удалось с ним пообщаться, Ивангай хочет перейти от блогерства к музыке. Судя по всему, посещение различных фестивалей и школы диджеев, а также совместная работа с музыкантами для него не просто хобби. Ваня всерьез решил заниматься музыкой. Некоторые фанаты уже плачут, ведь они все еще ждут его веселые ролики. А как ты относишься к тому, что Ивангай больше не будет блогером и станет музыкантом? Будешь слушать его треки? Спасибо за лайки! Обязательно подписывайся и жми колокольчик, чтобы смотреть крутые видео про блогеров самым первым. Всем пока! И подписывайся на мой инстаграм, ссылка в описании.